Вы наверняка знаете и приобрели хотя бы один из этих товаров. Когда вы слышите Колгейт, на ум приходит знаменитая зубная паста, но за этим именем скрывается история верности и партнерства с Богом. Уильям Колгейт родился в Англии в 1873 году. Чтобы спастись от бедствий, его семья села на корабль, направляющийся в Соединенные Штаты, и там они поселились на ферме. Работа была тяжелой, и все же они не смогли восстановиться финансово. Именно там молодой Уильям решил переехать в Нью-Йорк, чтобы изменить свою жизнь. Его мать была христианкой, и услышав эту новость, она открыла Библию и попросила сына прочитать вслух 3 главу и 10 стих книги Малахии. Это был единственный совет его матери перед его отъездом. Что бы ни пришло в его руки, сначала вернуть Богу десятину. Во время поездки она встретила соседа, капитана судна, который также являлся христианином. Вместе с ним они молились и советовали мальчику, который решил устроиться на фабрику по производству мыла. «Будь хорошим человеком. Отдай свое сердце Христу. Верни Богу все, что Ему принадлежит. Работай честно, и Бог даст тебе процветание». Далее он провозгласил. «Кто-то скоро станет главным производителем мыла в Нью-Йорке». Эти слова остались в разуме молодого Вильяма Колгейта. Когда он прибыл в Нью-Йорк, он дал обет Богу, основываясь на клятве Иакова, которую он прочитал в своей Библии. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть». В 1804 году он устроился работать мыловаром. Он начал посещать церковь по соседству, и как только получил свою первую зарплату, вернул десятину. У Колгейта был предпринимательский дух, и вскоре он привлек внимание своего начальника, который решил заключить с ним партнерство. Но настоящим партнером Вильяма был Бог, который всё больше и больше помогал ему расти и процветать. В 1813 году он купил часть, принадлежащую партнёру, и назвал компанию Колгейт. По мере того, как Бог его обогащал, он стремился почитать его ещё больше. С 10% перешёл на 20%, затем на 30% и так далее. Вильям Колгейт всю жизнь служил Всевышнему своим богатством. Он спонсировал, отдав миллионы в служение Божье, посылая миссионеров по всему миру, а также в школы и университеты, основанные на Слове Божьем. Прошло 200 лет, но даже сегодня Бог продолжает чтить его партнёрские отношения, которые были заключены ещё при жизни. Сегодня бренд Колгейт известен во всём мире благодаря разнообразию продукции. Теперь, каждый раз, когда вы увидите эту марку, вы будете помнить не только о зубной пасте, но в основном о человеке, у которого были партнёрские отношения с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok